Обычно как происходит в Украине? Ошибка, война, репрессии, кровь, паневолыня. После этого начинаются жалостливые песни и романтическая культура вот этого паневолыня, рабства, кремлевского в нашем случае. Чтобы этого не было, нужно постоянно анализировать и противодействовать, чем мы и занимаемся. То есть, очень интересно, прослушав февральские тезисы от политологов, становится немножко понятно, почему все-таки именно, почему, интересно, Байден не давал и до сих пор почти что практически не дает Украине оружие. Сколько моих знакомых, товарищей за это время полегло, покуда я тут в Германии жру вот эти кровавые деньги, ну хоть что-то стараюсь делать там по волонтерским делам. По сравнению с гребанной Ватятиной, которая жрет кровавые деньги бойцов, которые погибают. Потому что если бы бойцы не погибали, они взяли бы 40 миллионов, переехали бы в Германию, сели бы на шею немцев, грубо говоря, европейцев. А европейцы как бы пошли вместо нас воевать. То есть, вопрос в другом, почему Байден не давал оружие Украине? Послушав февральские тезисы, становится понятно, что сынку этому долбоеву, Байденовскому младшему, первый там что-то он погиб, там что-то тоже непорядки было с его судьбой. А второй наркоман с его лаптопом и тому подобное, движники произошли, ему грозило 17 лет. И если очень грубо, если очень, ну, как говорят тут поляки, наблюдатели, насколько ты все преуменьшаешь и все примитизируешь. Ну, а как людям? Люди по-другому не понимают. Белое, черное, вот тогда они заняты своим желудокишечным трактом, им не до глубоких аналитических, логических размышлений. То есть, сынку Байдена грозило тюремное заключение в феврале. От американских там судей, там все-таки там какая-то политическая борьба еще есть в Америке, слава богу. В Германии нужно искать и с трудом найти на увеселительных праздниках, с трудом можно найти немецкие песни, а в Америке с трудом, ну, можно найти теперь американский флаг национальный. То есть, Байден решил так, раз вы собираетесь моего сынка засудить, единственную кровинушку, я вам так сделаю, что Путин начнет подбираться к Киеву и вы все испугаетесь, обосретесь. Я перестану давать оружие Украине и посмотрим, как вы тогда будете относиться к моему сынку и как вы побежите его оправдывать и отвяжитесь от него. То есть, не давать оружие Украине, фронт проламывается, прогинается под Путиным, под Путиновским мясом и Путиновские войска подходят ближе, все ближе, все ближе к Киеву. И у всех наступает страх и все скажут, да ну его нахрен этого байденовского сынка. Потому что других объяснений, идеологических контекстов в байденовской душе, их нет. Это желудокишечно-трактник, еще к тому же идеологически подкованный левацкий анти-западно-цивилизационный тип. Он выбрал противодействие западной цивилизации, законом. Вот это Байден. Потому что в детстве когда-то его там отпиздили какие-то англосаксы, и он до сих пор на них держит злость и отместку, отомщение. То есть за допомогой БЛМ, таким беспредельщиком, отмороженным криминалом, он пришел к власти и практически нелегитимно управляет Америкой. Полностью нелегитимно он управлять не может, потому что существуют институции власти у Америки, противодействия власти, созданные за много сот лет. И вот начали привлекать байденовского сынка. А криминальное проваджение ведется для этого наркосынка Байдена власне за зраду, за измену и за грозу национальной безопасности Америки. И через его наркодиспансер разведки скоростались этим недоразвитым сынком Байдена. От Байдена недоразвитости передалась недоразвитость сынку Гордыня, Тщеславия и Зрада. И он при любой возможности эту зраду старается скомпенсировать на ком-то. На ком? На Украине, например. И он со зла, раз вы привлекаете, я вот не буду давать оружие Украине, а то, что там будут гибнуть бойцы, мирные жители, ему пофигу. Это международный преступник, так же как его сын, только один трезвый, а второй наркоман гребаный. И обоих нужно привлекать к ответственности. Естественно, после его долбанной БЛМовской каденции. А чтобы люди знали, с чем политически бороться, вот такие вот вещи.